Слушайте, надушилась сегодня, короче, Cedrat Boise, правильно так считается? Cedrat Boise, значит, нанесла Менсера и просто подыхает, что у меня вообще в базе. Черная смородина, вот черная смородина все-таки мне тоже тяжело как-то выносится, особенно если она с какими-то специями. Напоминаю, друзья, что провожу профимерные консультации текстовой аудио-видео форматы. Пожалуйста, подписывайтесь в телеграм-канал, мы там каждый день делаем профимерные переклички, в пятницу вопрос-ответ бесплатно. Уже, к сожалению, физически не могу успевать им отвечать, потому что бывает по 150 вопросов, ну я просто не железная, плюс еще инстаграм запрещенная соцсеть, да. Значит, что я хотела вам сегодня сказать. Хотела сказать, что некоторые из вас просто настолько желчные гадюки, и я вообще, конечно, поражаюсь, насколько люди бывают злыми. Мне вчера вот написали, во что, витилиго? Типа, я просто, ну реально потом заметила, что я компьютер вот так выставила, что у меня свет на подбородок мой отсвечивал, а у меня здесь кольцевой лампы нету, я ее оставила на Бали, и, конечно, у меня немножко пострадал свет. Так все, на меня накинули, что я вообще у меня витилиго, что я как-то неудачно накрасила. Сам мне нравится, как я крашусь, да, понимаете? Мне, в принципе, насрать, что мне говорят. Я люблю прям свой макияж, я люблю, если у меня сильно светлое лицо по сравнению с шеей, я люблю, мне это нравится. Так, что я хотела сказать. Значит, погода пиздец, конечно, в Москве просто серость такая, что просто, ну просто пиздец, конечно. Я отвыкла, но ради разнообразия, очень даже неплохо, ненадолго. Значит, сегодня концептуальный бренд Serge Lutens, да, Lutens, никакой не Lutens, не Lutens, по той причине, что, ну, как бы, ну, как заявляют, вот Lutens, да, вот, вот Lutens читается, хотя по правилам французского никакая S на конце не читается, если там нету гласной буквы, да. Значит, я считаю, что, смотрите, 26 лета Serge Lutens приехал в Марокко, и он работал в качестве стилиста в журнале Vogue, и был арт-директором компании Christian Dior, да. Также разработал несколько линеек декоративной косметики, то есть много что успел сделать, и потом, значит, занимал один из руководящих постов в компании Shiseido, японская компания. И в 92 году Serge создал для Shiseido легендарный аромат Feminite Du Bois, Feminite, нет, Feminite Du Bois, наверное, так считается, да. Короче, я скажу пару слов о данном бренде от себя, да, я уже делала обзор на Arombox от Rendezvous, сегодня я сделаю обзоры ароматов, которые вчера потестировала в ЦУМе, и я вам честно скажу, что это прям такие концептуальные ароматы, потому что если взять нам Шерги, Шерги, да, правильно же так читается, если нам взять Jeux de Peux, да, который уже с огнем не сыщешь, который перевыпустили в колоколе, и даже сейчас его нет в наличии, если взять все, что я разбирала, Амбр Султан, Датура Нуар, правильно, я не помню, это его же, по-моему, по-моему, да, Датура Нуар тоже, да, Le Fille de Berlin, да, я тоже разбирала, и такие ароматы более-менее понятные, то есть они как-то носибельны, их, ну, на свой нос поймешь, то есть даже если у тебя неопытный нос, понятно, о чем эти ароматы. Вчера я выбрала те, которые я не тестировала, и, честно сказать, все практически, которые я попробовала, это такие более-менее непонятные ароматы, то есть, ну, прям совсем концептуальный. Бренд концептуальный, я считаю, что это человек, который, в принципе, был первооткрывателем в мир нишевой парфюмерии, создавая такие вот шедевры. Из Сержа Лютанса у меня есть только волчица, я ее купила вообще за какие-то копейки в магазине Эль де Ботте, когда они еще были, да, его как-то никто не понимал, кому-то он пахнет мокрой шерстью, псиной, мне он просто понравился, потом я поняла, что, ну, слишком кремовый аромат, но он очень комплиментарный. Вы его сейчас с огнем не сыщите, если он у вас еще настоится, прям такой насыщенный миндальный-миндальный-миндальный крем. Вот, а сегодня я, значит, решила посмотреть, посмотреть то, что мы с вами не разбирали, то есть, будет такой интересный концептуальный выпуск. Да, злые некоторые люди, конечно, я не представляю, как вот злым людям живется, наверное, очень херово. Вот я, кстати, не злой человек, я просто вспыльчивая, я вспыльчивая, я стала довольно-таки жесткой, но при этом я всегда оправдаю и прощу, и все равно как-то и быстро отойду, то есть я не злая. Вот злые люди, которые прям живут на опломбе каком-то и вот носят себе злость, всех обсирают, как-то вот есть у них вот эта вот неприятная жилка, да, когда они людей прям вот оскорбляют, им нравится вот как-то гадости замечать. Таким людям очень сложно живется, очень, я, мне их правда жалко, мне вот некоторых моих хейтеров и людей, которые меня вот реально обсирают в комментариях, мне реально их жалко. И вот это, вы знаете, мне, значит, предъявили, что я сделала платную встречу, при том, что встреча это средний чек в ресторане Москвы, и она, этот чек ниже, чем моя консультация, текстовая, самая базовая, и люди и то мне написали, что неужели вы так вообще нуждаетесь в этой встрече, неужели, боже, платная встреча, извините, пожалуйста, но это смешно, честно, я вот смешно, я поражаюсь людям, то есть мы вас так любим, так любим, и все равно вот засрут, да, засрут. А я могла 15 тысяч поставить, понимаете, но поставила просто средний, средний чек, при том, что это мое время, это мои ресурсы, то есть, ну, как бы, нонсенс, что мне за 2 800, да, которые я там объявила за входной билет, при том, что бесплатные закуски и напитки, я еще получила, извиняюсь, хуи в жопу, как я называю. Ладно. Санталь Мажискуль. А мы начнем с вами с аромата Санталь Мажискуль, Санталь Мажискуль, да, а с сердцем для танца, это очень-очень-очень сандаловый аромат с 4 нотами, сандал, какао, кофе-роза, это прям вот, ну, я задохнулась, вы знаете, все ароматы, которые вчера нанесла на блотер, это очень стойко, это очень шлейфово, но вот это, честно, для меня неносибельно, то есть, вот такой сандал я не могу носить, но он вот слишком, понимаете, вот слишком. Кто любит, кто вот эта вот нота сандала, она часто вызывает вот какое-то такое прям восхищение, пожалуйста, попробуйте, это прям такой реально сандаловый аромат. Там практически не слышно ни кофе, ни розы, там вот прям солирующий вот этот сандал, но он при этом такой освежащий, потому что кофе имеет такой немножко холодок. Вот здесь он с холодком, вот этот сандал, да? Вот мне, кто со мной знакомится, из подписчиков, кстати, говорят, вот ты такая вот искренняя, как вот на экране, а я реально, вы понимаете, я к вам выходила на экран, единственное, что у меня иногда было, это я пыталась как бы себя развеселить, то есть бывало мне, пиздец, настолько грустно, что мне, ну вот я себя пыталась развеселить, чтобы, ну вы вообще тут не уснули от того, что я вот такая унылая сегодня. Ну а вот так каждый раз, когда я даже о чем-то переживала, я вот вообще все говорила, вот вообще абсолютно все. А может быть что-то и вымысел, вы понимаете, вот то, что я говорю. Вот некоторые люди говорят, вот это, наверное, про меня говорила вот в ролике. Ну, я вот говорю всегда, на баре и шапка горит, да? Я, может быть, все преувеличиваю вообще. Сложно читать ситуацию, укротитель в клетке приводится данный аромат, если я ничего не путаю, если не путает Google Translate, значит, что я могу сказать про этот аромат. Здесь иланг-иланг, франжипани и миндаль. Аромат мыльный, он прям не ушел в мыло, причем такое франжипаниевское мыло. Очень здесь симпатичный миндаль, кстати, да? Но все же вот подмылился аромат. Можно его использовать как то, что вам будет приносить вот это вот ощущение свежести и чистоты. Пожалуйста, он желтоцветочный, с миндалем, такое красивое мыло с франжипанией и иланг-илангом. Можно, пожалуйста, неплохо. То есть вот это понятно, это носибельно. Первый вот санталь-мажескуль, тоже в принципе носибельный, но это для тех, кто вот прям такой сандал любит. Сандал-сандал. Кляр-де-мюск. Кляр-де-мюск. Чистый мускус переводится аромат. Значит, это прям аромат в формате волчицы, но не такой он кремовый. И мне там кажется, что есть такая нота зеленого миндаля. Есть ее вообще не заявлено. Ирис нейроли, и бергамот мускус. Но мне прям отдает вот прям таким сырым-сырым миндалем. Холодным, зеленым. Вот. Если любите волчицу, можно вот взять еще себе Кляр-де-мюск. То есть волчица это вот прям такой насыщенный кремовый миндаль. Это уже более такая зеленая пудровая история. Ну классно, неплохо. Ни роли очень такой не туалетный здесь. Вообще. Очень даже неплохо. Но все-таки бренд реально концептуальный. Очень необычный. Я прям, честно, ну вот я такое не могу носить. Но с таким знакомиться интересно. Интересно. Five o'clock o' gingembre. Five o'clock o' gingembre. 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 Значит, имбирь в 5 часов. Типа в дословном переводится. Я что хочу сказать. Должно быть все очень ничего. Но все-таки я поняла, что корица с имбирем на меня в ароматах не очень. Действует. Я такое не люблю, потому что прям удушливо это все становится. Пачули здесь хороши, но прям меня очень сильно душит. Чай, бергамот, корица, древесные ноты, засахаренный имбирь, перец, мед, амбра, какао, пачули. Все-таки, наверное, это даже больше мужчине бы на дело. Потому что вот это корица с имбирем. Ну кто любит, кто любит бодриться, можно. Но честно, нет. Вот для меня вот это вот уже неносибельно. То есть слишком для меня вот этот вот имбирь с корицей. Корица тоже такая нота, она противоречивая. Она вот и пену для бритья дает, и какую-то сильную шипровость мужицкую. И сильно она как-то освежает. И вроде как бы должна она легко. Хотя если вы возьмете корицу в большом количестве и положите ее в кофе, она вам будет очень сильно горчить. Горчить, сводить. Поэтому горчица тоже должно быть в меру, в аромате. А как это переводится? Монахиня. Монахиня, значит, 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 значит. Мускус жасмин, ладанс и битсин. Ну знаете, вот это, наверное, аромат для такой какой-то секси монахини. То есть, который приходит, свои грехи высказать, хотя монахиням этого не делают, да? Ну и подрочить где-то там, извините, пожалуйста. Потому что здесь вот цвета, да? Цвета, она вообще, она дает такой анималики в аромате, но и дает секса, такого грязного все-таки. Аромат вот данный, вот, La Réligieuse. La Réligieuse. Я почти, я скоро буду учить французский, потому что я от него просто, извините, это я обожаю этот язык. У меня просто волосы везде становятся дыбом от французского языка. Я его просто обожаю. Это аромат в формате Paloma Picasso классической черной. Ну, конечно, она не такая насыщенная, как Paloma Picasso. Она полегче и попроще здесь, потому что здесь не такой сумасшедший состав, да? Но не для всех. Это прям вот аромат, да, действительно, для такой какой-то можно бурной ночи. Такой мускус же с медладом цвета, да? То есть он и подымливается, и вот это вот анималика в нем есть. Вот такое. На любителя, конечно, на любителя. Очень необычно. Прям вот все вчера оказались концептуальными. Сказать, что это было очень классическое. Ну, Fleur d'Orange. Leur Feline. Leur Feline. Значит, дальше аромат приводится как Sirota. Есть там, мне кажется, почули. Но почули здесь в помине нет. Ладан, мускус. И тут носительный. Носибельный здесь мускус. И я почему-то здесь слышу тоже ноту Цибетина. Но ее здесь нету. Такое, ну, прям очень концептуально. Я вам серьезно говорю. И, кстати, что у нас здесь по нотам? Я что-то вот как-то даже не посмотрела, что у нас идет здесь по нотам. А тут, по-моему, две ноты. Ладан и мускус, если я не ошибаюсь. Да, то есть он вот прям совсем дымный. Да, он дымный, мускусный. Ну, это такое. Прям вообще. Ну, прям совсем. Я даже не знаю. Действительно, наверное, так сирота должен пахнуть. То есть, не знаю. Грязный ребенок, который бегает по улице, прокуренный вот этим дымом. Париж. Вот знаете, у меня вот ароматы все Сержа Лютанца, это для меня Париж. Вот это Париж такой грязный немножко, мрачный, ночной, со своими там какими-то перипетиями ночными и мрачными, да. Допустим, какие-то ароматы у меня вызывают вот будуар, да. Будуар, дорогой отель, какой-то мулен-руш, кабаре, что-то вот такое дорогущее, да. Ну, смотря, в зависимости от аромата все же Лютанца, ну, Лютанца, да. Но в основном, конечно, это вот прям у меня ассоциация Франция. Франция, Париж, центр, и там разные истории проходят, да. Вот, не знаю, у меня прям вот ни с чем больше данный бренд не ассоциируется. Вот Париж и его истории. Вот так вот я назвала бы концепт данного бренда. Не знаю почему, я прям, не знаю, мне прям он интересен только лишь потому, что он меня вызывает вот такие ассоциации, потому что я фанат всего французского, Париж, вот это все у меня, у меня душа прям окрыляется, когда я думаю о Париже, о французском языке, и, ну, вот прям кайфово. О шампанском, конечно же. Фи-ен-эн-гви. Фи-ен-эн-гви. Ну, вроде это радостный, радостный юноша, или как он переводится, просто девушка игла он мне переводит, но это как-то очень странно. Как-то говорили, что вроде как это радостный сын, сын радости, да, ну, переводится как дочь игла. Ну, это странно. Скорее всего, сын радости. Вот этот аромат, кстати, мне понравился больше всего, потому что он, такое ощущение, что вот леденцы сладкие. Хотя здесь очень нетривиальный тоже состав. Ладен, сухофрукты, ветивер, лавр, сосна, пихтовый бальзам. Вот кто ищет сосну, пихтовый бальзам вам сюда, но это не будет прямо такая еловая тема, как, допустим, русская кожа от Мэму. Нет. Здесь все-таки будет уже именно вот леденцовая история. Не знаю почему, но вот на мой нос он выдал прям ледецы. Флёр д'оранж. И последний аромат, флёр д'оранж. Это классический, этот, господи, классический оранжевый цветок, да, цветок апельсина, другими словами. Но здесь все-таки очень сильно примешалась тубероза. Я ее прям очень сильно здесь слышу, но в базе, скорее всего, будет такой моноцветок апельсина. Многие ищут его, можете попробовать классику все-таки от Сержа Лютанца, да, и кто любит туберозу. Такие белоцветочные, аромат, который вот, ну, на любителя. Я такой вообще носить не могу, да, но это прям вот классик, классик. Ну, цветок апельсина здесь, он прям примешан к туберозе. Я такое не люблю на себе. Все-таки у меня больше как-то ваниль, вот это вот все, вот это вот мое. Вот, что я вам еще хотела сказать из таких философских историй. Сегодня ничего нет. Я сегодня решила дома посидеть, что-то так и задолбала за эти дни, пока моталась. Сера все, как-то вообще уныло на улице. Ну, Москва, конечно, все равно меня очень хорошо встретила за эти не столько событий насыщенных. Так что уеду, вся наполненная, вся наполненная. Вот, все. Больше мне нечего сказать. Ну, вот совсем нечего. Все, мои дорогие, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео. Подписывайтесь в соцсетях. Ну, а так это все. Пишите ваши любимые ароматы от Сержа Лютанца, будет еще разбор. Я постараюсь до отъезда Стефан Хюмберт Лукас сделать за тест. И, конечно же, House of Cilash. Ну, обязательно. Да? И Тамин. Тамин. Три бренда я еще хочу потестировать. Все. Всех люблю. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok